Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батарева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Километры жизни. На старт вышли сотни кандалакшан. Литературные итоги года подведены. В книжных гонках определены победители. Большой брат следит за нами. Как работает программа «Безопасный город». Заявление генерального директора компании «Русал» Владислава Соловьева вызвало большой переполох в Кандалакше. В своем интервью интернет-изданию «Стиланд» глава металлургической компании рассказал о временной остановке ряда заводов. В качестве потенциальных претендентов на сокращение мощности – шведский кубаль и кандалакшский алюминиевый. Единственный алюминиевый завод, расположенный за полярным кругом – кандалакшский. В январе 2016 года предприятие отметит памятную дату – 65 лет с момента запуска. И новость о временном сокращении производства наверняка не лучший подарок кандалакшским металлургам. Впрочем, пока вопрос не решен. На что и указывает в своем интервью интернет-изданию «Стиланд» глава металлургической компании Владислав Соловьев. Пока не приняли это решение. Мы сейчас внимательно смотрим на кубаль. Смотрим еще кандалакшу. Ждем до сих пор решения по электроэнергии. Интервью генерального директора «Русала» растиражировали все СМИ – местные и региональные. Весть о грядущем сокращении разлетелась по городу со скоростью ветрянки. Народ волнуется, и оно понятно. На сегодняшний день КАС – крупнейшее предприятие нашего города. Кризис на заводе может серьезно ударить по семейному бюджету сотен кандалакшан. Редакция «Пульса города» уже обратилась к руководству предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. Разъяснения поступят в самое ближайшее время. Следите за новостями в наших выпусках. Центральные библиотеки города Кандалакши подвели итоги уходящего года. Все желающие смогли узнать о том, какие книги в году уходящим стали самым значимым вкладом в литературную копилку нашей страны. А также поближе познакомились с некоторыми произведениями. Этот год, объявленный в России годом литературы, был богат на литературные события. Он также подарил нам немало интересных книг, достойных внимания и широких масс, и искушенных ценителей. Ну а те из них, на которые читателям стоит обратить особое внимание, были представлены на мероприятии подведения итогов литературного года в Центральной библиотеке. Продолжение следует... Ну а кроме книжных новинок, на итогах года также были представлены лауреаты литературных премий и прошло обсуждение важнейших литературных событий уходящего года. По двери итоги и в Центральной детско-юношеской библиотеке, итоги больших книжных гонок. По каждому из произведений участников была представлена видеопрезентация, а победители были определены при помощи открытого голосования в интернете. Как оказалось, второе и третье места заняли герои нашего времени Михаила Лермонтова и «Здравствуй день» авторство нашего земляка Олега Бундура. Ну а безоговорочным победителем гонок стало с детства всем знакомые произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Ролик по этой книге понравился большинству читателей. «Алиса в стране чудес» Это книга о приключениях девочки Алисы, которая через кроличьи нору попала в удивительный мир населенными странными существами. В книге живут веселый забавный шляпник, ильчурский кот, спокойно расслабленные кузенцы, выше рассказывающие истории и многие другие. Там мартовский заяц угощает своих друзей бесконечным чаем, а королева постоянно угрожает срубить кому-нибудь голову. Ребята, обязательно прочитайте эту книгу, потому что там есть приключения, превращения, чудеса. Дорогие взрослые, вы слишком много работаете и не верите в чудеса, но эта книга для вас. Это веселая, добрая сказка, а сказки любят все. Все! Но в честь книги победителя «Больших гонок» сотрудники библиотеки подготовили для ребят викторины и веселые конкурсы по тематике произведения. Школьники помогали кролику найти перчатки, искали сказочных героев в норе и соревновались в чеширской улыбке. А за свои старания, конечно, были награждены сладкими призами. Километры жизни. Массовая акция, организованная детской спортивной школой и направленная на пропаганду здорового образа жизни, собрала на старте сотни кандалакшан. В забеге принимали участие ребята разного возраста, а кто-то участвовал в акции всей семьей. В здоровом теле – здоровый дух. А день, проведенный на природе вместе с семьей и друзьями, добавит хорошего настроения. Уже второй год подряд в нашем городе проводится акция «Километры жизни». Ее главная цель – пропаганда здорового образа жизни. На старт приглашались все желающие. Поучаствовать в забеге смогли и малыши, и подростки, и взрослые участники. В зависимости от возраста им предлагалось преодолеть дистанцию в 200 и 800 метров. Бежать по снегу нелегко. Тем не менее, с задачей все без исключения участники кросса справились. Дети занимаются у нас уже третий год в спортивной школе. Самым мы тоже с детства занимаемся лыжными гонками. Конечно, по снегу бежать намного тяжелее, чем по земле. Но мы всегда рады участвовать в таких мероприятиях. Настроение у нас очень хорошее. Так что будем ждать следующего года. Также примем участие всем семействам. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. А мероприятий для кандалакшских спортсменов будет достаточно. Совсем скоро приверженцы здорового образа жизни встретятся на массовке снова. В начале декабря, по предварительной информации детской спортивной школы, откроется лыжный сезон. Вот уже не первый год в Кандалакше работает программа «Безопасный город». В рамках нее на самых оживленных улицах и в микрорайонах с нестабильной криминальной ситуацией были установлены камеры видеонаблюдения. На данный момент все происходящее в Кандалакше круглосуточно фиксирует 18 камер. Однако этого количества недостаточно, считают правоохранители. В будущем году планируется приобрести еще три онлайн-наблюдателя. Выделение средств на закупку камер, программного обеспечения, а также на их обслуживание предусмотрено в проекте бюджета на 2016 год. Говорить об объемах финансирования можно будет только после того, как главный финансовый документ будет утвержден и принят депутатами районного совета. По словам сотрудников правоохранительных органов, программа «Безопасный город» уже доказала свою актуальность и востребованность. Система видеонаблюдения способствует не только раскрытию правонарушений и преступлений различного характера, но и помогает предотвращать их совершение. Праздник к нам приходит. До Нового года осталось чуть больше месяца. Многие горожане уже начинают задумываться о том, где и как они проведут праздник. Атмосферы добавят украшения, елки, гирлянды и прочие атрибуты праздника. Так в Кандалакше уже начали устанавливать главный символ года. Работы начались одновременно на Нивитре и в Центре. В этом году, судя по всему, от блестящего конуса решено отказаться. На смену новогодней елки в стиле хай-тек снова придет почти настоящее. Сегодня специалисты подрядной организации производят установку каркаса, который после будет устелен лапником. Монтажом иллюминации и гирлянд займутся позже. До 5 декабря, как пояснили в администрации, центральная часть Кандалакши будет сиять и сверкать. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире нашей программы.